Закончилось заседание Совета Министров иностранных дел Организации договора коллективной безопасности. Оно проходило в Минске. Беларусь сейчас является председателем в Организации ДКБ. Рассмотрели мы несколько вопросов, которые позволяют нам обсудить, позволили нам обсудить очень широкий круг тем, связанных прежде всего с международной европейской безопасностью. В том числе с ситуацией в сфере военно-политической Европе, отношения с Североатлантическим альянсом и, в принципе, задачи, которые стоят перед нами в рамках ОБСЕ, в рамках других структур, где обсуждаются пути преодоления нынешнего ненормального положения дел на континенте и возвращение к сотрудничеству. Мы подробно проинформировали наших коллег о том, что происходит в рамках Совета России и НАТО. Нам рассказали о том, какие контакты между нашими партнерами развиваются и НАТО. При всем при этом все подтвердили, что, конечно же, контакты с НАТОвцами осуществляются, исходя из того, что у нас есть у всех союзнические обязательства в рамках договора коллективной безопасности. Все партнеры это подтвердили, но по-другому, собственно, и быть не могло. По итогам рассмотрения нескольких других вопросов приняты совместные заявления. Первое очень важное заявление с точки зрения выражения нашего отношения к тому, что пытаются делать в некоторых странах в Европе, это заявление о недопустимости, осквернении памяти воинов-освободителей времен Второй мировой войны. Второе заявление касается еще одной достаточно актуальной темы – международной информационной безопасности. Заявление подтверждает нашу нацеленность на то, чтобы укреплять безопасность в киберпространстве. И мы также условились ускорить работу над подготовкой межправительственного соглашения на ту же тему, на тему укрепления информационной безопасности. Рассчитываем, что это будет вкладом в те усилия, которые мы предпринимаем и на универсальной основе в рамках Организации Объединенных Наций, где рассматриваются наши предложения, внесенные вместе с партнерами, по вопросу о согласовании правил ответственного поведения в киберпространстве. Из других решений отмечу перечень тем совместных заявлений, которые будут нашими странами сделаны на площадках ООН, других международных организаций, включая ОБСЕ. Это 15 тем, список неисчерпывающий. Могут добавляться и другие темы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в той или иной области международных отношений. Перечень охватывает очень широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, ситуацию на Ближнем Востоке в целом, проблемы, которые связаны с тем, что происходит в Афганистане и вокруг него, контртерроризм, борьба с наркобизнесом, задачи, которые стоят в сфере мирного освоения космоса, включая продвижение ООН, инициативу о том, чтобы все страны приняли на себя обязательство не размещать первыми оружие в космическом пространстве. Отдельной темой будет также выработка нашей общей позиции для ее публичного представления по вопросам об укреплении Конвенции по запрещению химического оружия. Вот несколько тем, которые я сейчас вам перечислил, показывают, что у нас достаточно всеохватная получилась договоренность о том, какие темы будут предметом наших совместных выступлений в следующем году. И еще один документ – это план консультаций между Министерствами иностранных дел по внешнеполитическим вопросам и по вопросам международной безопасности. Также принято решение, которое нацелено на активизацию рабочей группы ОДКБ по Афганистану и ряд других текущих вопросов, в том числе связанных с совершенствованием нашего военно-технического сотрудничества. Считаю, что заседание было результативным. По-моему, это поможет хорошо подготовиться к очередному саммиту ОДКБ, который состоится осенью этого года. Вопросы есть есть? Пожалуйста. Агентство РИА Новости сегодня должна в Вашингтоне состояться с встречей Рябков-Шеном, в том числе по вопросам депсовственности. И накануне ее источник в Белом доме заявил, что США не намерены возвращать РФ депсовственность без получения куда-то чего-то взамен. Как Вы можете прокомментировать такую позицию? И если на сегодняшней встрече ни о чем Рябков-Шеном не договорятся, то насколько быстро стоит ожидать ответных мер от Москвы? Ну, источник анонимный, значит, понимают, что у него совесть нечиста. Ну, а что касается сути того, что Вы процитировали, если это так, то, знаете, грабеж средь бела дня, бандита с большой дороги какие-то там, получается, комментирует эту ситуацию. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним, межправительственным, ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действует по принципу, что мое, то мое, что твое, то поделим. Это так люди себя не видят приличные, воспитанные. Я убежден, что в администрации Трампа все-таки есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что вот это решение об аресте дипломатической недвижимости, как и об исключении, об изгнании 35 дипломатов с семьями, было принято администрации Обамы, ну, уже в состоянии агонии, когда она не знала, как разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить. Все это прекрасно понимают. К сожалению, тот такой рьяный настрой на выискивание неких скрытых каналов влияния России на то, что происходит в Соединенных Штатах, он явно не спадает. К моему огромному сожалению, он не добавляет уверенности в том, что мы сможем в международных отношениях наладить нормальное сотрудничество, в чем заинтересованы все без исключения страны. Я очень рассчитываю, что русофобия в Конгрессе все-таки пойдет на спад. Хотя бы потому, что ни единого факта за многие месяцы работы всяких комиссий, следователей, расследователей не было представлено. Сергей Викторович, сегодня израильские СМИ со ссылкой на высокославные источники сообщили о том, что Беннин Нетаньяху на встрече с Макроном выступил против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе. Я не знаю, что конкретно говорил Беннин Нетаньяху, но мы уже сообщали, в том числе и когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент об этом в Гамбурге говорил, мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность, и могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены.